доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити сегодня я хотел бы представить на ваш суд продолжение видео о новоуральском личностном тесте и несколько слов сказать о свойствах личности входящих в этот самый тест на данный момент на экране вы видите экселевский файл давайте я по нему немножко пройдусь значит первое первый столбец номер по порядку это вполне понятно столбце c идет перечисление свойств личности здесь вы можете видеть такие свойства личности как авторитарность агрессивность адаптивность азартность и так далее всего 96 свойств личности каждое свойство личности имеет и отнесено нами в определенный кластер всего их два первый кластер это положительный и второй кластер это отрицательный данном случае отрицательный кластер включает себя свойства личности авторитарность также в отрицательный кластер отнесена отнесено свойства личности агрессивность в положительный кластер отнесена свой отнесено свойства личности адаптивность отрицательный кластер азартность положительный амбициозность и так далее все 96 свойств имеют вот свое такое отнесение в один из этих двух кластеров положительный или отрицательный соответственно каждое свойство личности было нами очень серьезно проработано что я под этим подразумеваю было взято несколько десятков словарей справочников были сделаны выписки по каждому свойству личности по всем свойствам личности которые нам удалось обнаружить и найти в литературе и по каждому определению по каждому свойству было дано определение соответственно вы можете видеть авторитарность как она трактуется нами то есть основное определение свойства личности авторитарность властность запятая непререкаемость авторитета склонность доминировать межличностных отношениях диктаторство своей воле и так далее и тому подобное кроме того в авторитарность по зрелому размышлению качественному и количественному анализу мы включили такие свойства личности как властность властность включена в авторитарность мы включили также в авторитарность властолюбие самоволие своеволие Эти, казалось бы, свойства личности по проделанному нами анализу Они нашли свое отражение именно в обобщенном свойстве авторитарности Такая же ситуация наблюдается и в других свойствах личности В частности, в агрессивность была включена наступательность А, собственно, вот это определение То есть итоговое определение свойства личности авторитарности Агрессивность, прошу простить меня Также в агрессивность была включена дерзость и задиристость Адаптивность, положительный кластер просто имеет свое определение Никаких других, близких ему по качеству и количественному соотношению свойств личности не было включено Азартность, данное определение Амбициозность, данное определение И, соответственно, амбициозность Мы также включили такие характеристики, как величавость, горделивость, многозначительность Представительность, самонадеянность, самоуверенность, честолюбие Все, честолюбие То есть эти свойства, даже не свойства, а характеристики Они имеют очень близкое, тесное отношение к такому свойству личности, как амбициозность Тем самым они были нами в него включены Как видите, каждое свойство личности, даже по объему этого текста, оно имеет разный вес То есть оно имеет, даже в таком представлении, амбициозность, более часто встречающиеся свойства личности И более используемое в отношении вообще к любому человеку, нежели свойства, предположим, азартности Это в дальнейшем будет продемонстрировано непосредственно в самом тесте НЛТ В дальнейших видео, я надеюсь, мы еще с вами поговорим о каждом из этих свойств личности Из этих 96 свойств Значит, вот, собственно, вот этот столбик 96 свойств Будем говорить по каждому в отдельности, разбирая досконально, обстоятельно и подробно Что оно из себя представляет, что оно в себя включает Сейчас же я вот именно хотел показать вам некое вводное видео по этому поводу И, надеюсь, мы в дальнейшем продолжим этот разговор На настоящий момент все Благодарю вас за внимание И удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok